Интересная конкурентная борьба развернулась во всех категориях всероссийских соревнований по карате в Липецке. Спортсмены Центра боевых единоборств поколений продемонстрировали хорошую технику и боевой характер, завеевав одно золото, две бронзы и самое главное – кубок Петра Великого. Филипп Яровой к тому же подтвердил классификацию кандидата мастера спорта. За счет набранных баллов безоговорочно стал обладателем золота и кубка. Выиграл четыре поединка, уверенно прошел все поединки, досрочно побеждал в своих боях, показал хорошую технику. Из коронных техник это в большей степени ноги, то есть броски, бросковая техника. То есть если мы входим на ближнюю дистанцию, то я стараюсь сделать бросок и добить, тем самым заработаю три балла. А если использовать другие действия, например руками, то оценивается в один балл, ногами тоже в три. Карате – это такой вид спорта, где нужно в первую очередь думать, нужна взрывная мощь, скорость и уверенность в себе в первую очередь. Филипп применял бросковую технику – удары в голову, ногами в корпус. За ним тянутся другие спортсмены. Руслан Саядов, помимо занятий в клубе, дома оттачивает мастерство. Его поднатаскивает в боях брат. Но какой мастер международного класса Тимур Саядов? Я предпочитаю работать больше руками, учиться и более учиться работать с ногами. Пытаюсь сделать броски. С первого я хотела просто заниматься для себя, ездить на соревнования, а потом мне понравилось просто. И начала ездить. У меня было цель хотя бы занять третье место, чтобы потом уже знать, на какие будут соревнования дальше и какой уровень у меня будет. Эти соревнования были один из этапов подготовки к первенству России, который будет в апреле. Можно сказать, что они как подготовочные. Впереди отборочные соревнования первенства России по карате, которым спортсмены Воскресенского центра боевых единоборств поколения упорно готовятся. Евгений Светлый, Евгений Стародубов. Новости Искровект.